В октябре прошлого года мы рассказывали вам о фото-выставке, на которой были представлены фото-участниц проекта «Я люблю жизнь». На стимках запечатлели не только красивых девушек и женщин, но и их непростые истории после страшного диагноза. Но ни одна из них не опустила руки и не подалась приговору судьбы. Сейчас каждая из них живет полноценной жизнью и готова бороться за нее. Но что было бы, если они знали о первых признаках этой болезни и обратили должное внимание на состояние своего организма сразу? Обычным людям донося информацию, что такое рак, насколько это страшно или не страшно. Насколько это злободневная проблема, а самое главное, может быть, намекнув, какие бывают первые симптомы, что делать при появлении первых симптомов, мы значительно, может быть, даже больше, чем труды врачей, сократим заболеваемость и смертность от этого недуга. В стенах Брестской областной библиотеки имени Горького начался цикл мероприятий в рамках медицинского лектория «Будьте здоровы». На первом мероприятии звучала тема «Скажи раку нет», где специалисты рассказывали о том, что может привести к этой болезни и на что стоит обращать внимание. Кроме того, работники библиотеки собрали выставку актуальной литературы по теме сохранения здоровья. Эта выставка отражает, скажем так, литературу по истории этого вопроса, то есть эволюцию, скажем так, возникновения и существования раковых заболеваний от начального, скажем так, периода существования общества и заканчивая вопросами профилактики этого заболевания. Тема медицинского лектория никого не могла оставить равнодушным, ведь узнать о болезни больше, а также о ее главных симптомах – залог не только раннего выявления рака, но и его лечения. Кроме того, на лектории выступали люди, которые не понаслышке знают, каково это – жить с онкологическим заболеванием. Первая болезнь в 1994 году был рак около ушлой слюной железы с регионарными метастазами, и я все видела, что у меня что-то растет, но мне казалось, что работа и личная жизнь гораздо важнее, чем мое здоровье. И вот я хочу сегодня, в том числе и молодежи, которая пришла, сказать, что нельзя откладывать на завтра то, что касается твоего здоровья. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.